Здарова пацаны, тут такая тема. Около месяца назад мне удалось поиграть в качестве лидера группировки наемники в DSRP Stalker. Тогда я думал, что мне удастся сразу и играть на сервере, и выкладывать видео. Ха, молодой зеленый я еще ничего не понимал на тот момент. Ну, в общем, мы, нашим составом наемников, кстати, парни, спасибо всем огромное за игру, кто с нами играл, выполняли разные заказы и разными способами мутили деньги. Закончилась наша игра, правда, неожиданно из-за админов, но... Давайте не будем о плохом и просто посмотрим, какие же истории встали на пути у синдиката в этот раз. Ну и перед началом, как всегда, не забывайте поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на канал и звякнуть в колокольчик. Прошлый мой ролик собрал незаслуженно мало просмотров и лайков, так что давайте не расстраивайте меня хотя бы в этот раз. Давайте наберем 500 лайков под этим видео, и тогда следующий видос не заставит себя долго ждать. Ладно, хватит про лайки, переходим к истории про деньги. Итак, начну сразу с движа, с переговоров с черным рынком. Мы, будучи крайне молодой организацией в зоне, ну мы тогда вроде 2 или 3 дня бегали всего, еще не успели обзавестись огромным количеством контактов и связей, а товарищи из черного рынка решили взять инициативу на себя и первыми предложили нам переговоры. Мы не могли отказать себе в таком шансе обзавестись контактами, а потому согласились прийти на их место встречи. А как мне к вам обращаться? Можешь вы обращаться просто как наемники? Так будет проще для всех. Ты обратно на повод. Все наши переговоры, как всегда, длятся часами. Помните наши правила? Я не показываю наши переговоры, а лишь кратко их пересказываю. За эти 48 минут увлекательных диалогов мы многое выяснили, но сейчас в нашей истории важно не это. Черный рынок сделал у нас два заказа. Первый на подъем чисто от стрела ренегата. Вплатили по две штуки за мертвое тело. В мороке мало, берешь пулю, пустил, забыл, плюс две штуки в кармане. Вдобавок, уже тогда у нас наклевывалась с ними вражда, и такой заказ был как раз кстати. Ну а второй? Требуется найти и доставить живым в целости и сохранности сталкера-каланча. Зачем он нужен был рынку, неизвестно. Да и неважно, в общем, платят за это дело нормально, а потому мы взялись за оба контракта. Мы приступили к выполнению на следующий же день. Мы двигались на разведку в сторону сфинофермы на кордоне, туда, где на тот момент еще не было базы нейтралов, но там уже зачастую появлялись различные темные личности. Мы решили проверить, что же за странные люди обитают на сфиноферме, но вместо начинающих свои дела нейтралов, нашли там кое-кого другого. Это, короче, бандосы хуярят, да, судя по всему? Да. Двое всего, я уверен, что-то было. Кстати говоря, говорят, что они на яичко углупают здесь. Ты все еще там на оппозиции сидишь? Бегусь в сторону деревни. В какую сторону света? Это за сверху. На юг? А, вижу, вижу, понял. А вот. Супы, ебать ты меня напугал. Перед нами. Телеко? Нет. Близко? Угу. Ну, захватываем, окей. Это бандит? Да. На чердаке был. Понял. Вижу. Видел нас? Он нас заметил? На самом деле, эта форма принадлежит не бандитам, а ренегатам. И мой напарник вовремя среагировал на это. Ренегат. Минус. Да, убил одного. Убил второго. А нахуй... А что сделали? Что они сделали там? Фу, хуй. Я увидел, что это ренегат. А, это ренегат? Угу. Понял. Убил третьего бандоса. Они сейчас будут подхватываться с этого СТП. По мне выстрелили. Близко. Близко. Вы отходите. Последний остался. Угу. Я мертв. Он один. Он вижу его. Убей. Я, блядь, хуй знаю. Троих убил. К моему трупу подбежал ренегат. На моем теле прямо лежит. А где твое тело? Ага, понял. Он лежит. Я твоего тела не знаю где. Блядь, ну ты же выстрел слышал. Да. Я его видел, сука. Он голый вообще. Изик, враг. Если он, блядь, не один, то это пизда. Один. Возможно, еще один бандос. Просто убей его и все. Он, судя по всему, тебя залутал и убежал. А я не вижу, блядь. Все, готов, ебать. Пасало. Забери с него мою МКСВД и пизду на нас. МК, блядь, МКСВД нету. Он тебя с древовика убивал. Все, я ухожу. У него был снайпер. У него дровой, Виктор. Ну, как ты. Вот, пожалуйста. На следующий день в зоне выпал снег. Мы бесцельно двигались по кордону, пока наш информатор, внедренный в ряды сталкеров, не сообщил, что на базе нейтралов происходит какой-то подозрительный движняк. Шутишь? Понятно. Миша, пока ты вот это слушал, блядь, я уже понял, что произошло. В чем? Нейтралы захватили ренегат. Охуенно. Казнят лидера ренегатов, блядь. Они казнят лидера ренегатов. Каланча. Ладно, я пошел. Слышь, надо его выкупить. Его надо выкупить, блядь, для нас. Мы его продадим черному рынку дороже. Кого? Каланчу. Они через Каланчу казнят. Да, по нашим данным, Каланча это лидер ренегатов. Мы знали об этом еще некоторое время до того, как его схватили нейтралы. Однако, то, что ему засчитывают приговоры у них на базе для нас, стало неожиданностью. Действовать нужно было быстро. Мы не могли допустить того, чтобы Каланчу бесторемонно расстреляли нейтралы, ибо у нас на него были совсем другие планы. Блядь, ну они... Что, перелезаем? Эээ, Змей, задержи казнь, задержи казнь. Не задержу я эту казнь. Они уже увозят. А куда его увозят? Все, на главную улицу. На главную улицу? Ладно, сейчас. Попробуй, попробуй, мы сейчас налетим. Они вывели его за базу. Тихо. Вон, да, я вижу. И вывезешь, его воздевают? Сколько там ренегатов? Их? Ой, ренегатов этих нейтралов столько. Раз, два, три, четыре, пять. Их пять, они стоят в одной точке. Видит бог, не хотел я брать грех на душу за этих нейтралов, ибо на тот момент нейтралы были важны синдикату для контроля над деревней. Однако, заказ был важнее. Я отдал приказ моему коллеге стрелять, если увидит, что Каланчу начнут казнить. А сам просто хотел взять дело переговорами и просто потребовать нам его выдать. Однако, такого развития событий я не ожидал. Нет, стой, не надо, не надо, не надо. Я подхожу к ним. Сейчас убьют его. Блин. Неми. Помощь туда? Да. Блядь. Я минус 2 уже дал, или 3. Так, мне не тралов хуярить? Понял. Ты не убил этого, который нам нужен? Нет. Как ты понял? Он туда забежал? Так, по мне не стреляйте, блядь. У меня моззинка и дебобили. Блядь, у меня пиздец. Они, возможно, его сами убили. Блядь, это плохо. Думаешь? Не думаю. Хотя, блядь. Я от холода мог не убить. Я сейчас сижу на тупом найма. Ой, блядь, нейтралом. Как я понимаю, они видели, что вы по ним стреляли. Они не поняли, кто это. Это очень хороша. Они не должны были понять. Они ж, типа, не успели проговор зачитать? Нет, не успели. А, ну, все. Не успели? Мы РПК сня срывали, блядь. Так, ну, слышь, на вышке сидит, Серик. На вышке? Да, на вышке, на вышке. Арвин, надо уходить отсюда. Вот тебе как уходят. Ты его снял? Да. Блядь, пошли дальше. Змей, слышь, что? Змей, змей, змей. Миша, змей, вы же живые остались, да? Вам надо сказать, что военные налетели. Или бандиты, или что-то типа того. Они не могли точно знать, кто это. Поэтому вы можете... Они нихуя не поняли. Вы можете на дизинфу сыграть. Нейтралы так ничего и не поняли. И наша дизинфа сработала. Мы отошли на северное КПП, чтобы перегруппироваться. Ну, а в это время патруль военных решил проверить, что же это были за выстрелы на свиноферме. Вспомнишь лучик, вот и солнышко. Перед нами двое. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто это? Без понятия. Военные, военные, военные двое. Заметь, они заметили. Заметь, я не заметил. Камно. Не вижу. Я с ногой хожу. Где они? Какие? Два камня, которые, знаешь, такие самые центральные. На поле, около которого мы бежали обычно. А, меня заметили, по-моему. Я вижу одного, он там за камнем бегает. По мне. Я за газовиком смерть. Он убегает, блядь. На камне, наверху, блядь, сидит челик. По-моему, я, ну я его напугал точно. А ему поку, извини меня, тут бронекуст или бронеелка, блядь. Я не знаю почему, но он не умирает. Слышите, я его не могу убить. Это че за хуйня, блядь? Он должен быть мёрз, нахуй. Это Дэйзи. Это хуйня какая-то. Редник, тебе придется его снять, блядь. Мы не можем нахуй ничего сделать. Да я пытаюсь убежать. А, все, он спустился, он спустился. Он спустился. Он спустился. Да, она спит где-то там. Это я. А ты? Понял, кей. Сняла вам? Нет. А, там по мне, кафалю. А тебе? Да, крест красный. Че, 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 че поставки руки? Где, 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 где? Справа, справа, справа у тебя. Справа от меня? Да, по поле идут гаси. Близко? Двое, двое, безобидные, блядь, похуй, забей. Слушайте, можно, слушайте, я могу смоу, кинути отходить. А я никак не отойду. Грибгай, ты не знаю. Грибгай, ты не знаю. Я думаю, что он за елка сидит. Так, вы сейчас там по насыпи бегаете, да? Я по насыпи бегаю. В ПНВ, да, вижу. Все, ПНВ, значит, наш. Че? Сейчас они вышли. Вижу, вижу, вижу. Я уже не вижу. Умер. Все, отлично, гага. Слава богу, что перед походом на базу мы решили перегруппироваться на северном КПП. Пришли бы мы на пару минут раньше, и тогда сами оказались бы на месте военных. Теперь пришло время объяснить вам, что же это было на базе нейтралов. Лидер ренегатов Каланча, на которого нам дал заказ черный рынок, оказался не сталкером в деревне, а лидером группировки. Естественно, мы не могли допустить его смерти, ибо нам по контракту он нужен живым и доставленным к черному рынку. Убийство всех нейтралов на базе – единственный шанс не допустить его смерти. Но, к сожалению, когда началась стрельба, в суматохе наша цель получила пулю. Убийство подтверждено. С этой информацией мы отправились к заказчику, который поспешил облегчить наши муки совести и заявил, что ему и нужна была его смерть, и нет ничего страшного в том, что убил Каланчу не он, а кто-то другой. Однако, это еще не конец истории. В следующей серии я покажу вам, как мы столкнулись с новой группировкой, полностью уничтожили ренегатов и чем все это закончилось. Так что, подписывайтесь на канал, звони в колокольчик и оставляйте комментарии. Набираем 500 лайков и продолжение наемников выходит в следующую субботу. Ну а я с вами прощаюсь. Конец связи, Синдикат.